Легенд и преданий, народных примет и реальных случаев, связанных с загадочными свойствами зеркал, история накопила немало. Сообщения носят поистине глобальный характер. Они поступают с разных континентов, принадлежат разным эпохам и культурам. Во многих из них утверждается, что зеркала позволяют увидеть картины прошлого, пространственно удаленного настоящего и даже заглянуть в будущее. Мистики и прорицатели издревле уверяли, что зеркала, особенно вогнутые, способны показывать другие миры. С необычными свойствами зеркал сталкиваются и современные ученые, физики, биологи, генетики и даже психологи. Одними из первых, кто столкнулся с этим эффектом в научном эксперименте, были флорентийские академики 17 века. Но сегодня нас с вами интересует конкретное изобретение конкретного человека, а именно зеркала Козырева, которые малоизвестны. Эффекты, которые получаются при экранировании пространства с использованием зеркал, пока еще не изучены и не объяснены. Тем не менее, давно известны гадания насуженного с помощью зеркального коридора. Но сегодня не о гаданиях, а о странных конструкциях, изменяющих время. В зеркалах Козырева. Именно об этом сегодняшнее видео. Зеркалами эти конструкции называются лишь условно. Это в основном алюминиевые устройства, выполненные в форме спирали, которые, по утверждению ученого, способны отражать физическое время, а также могут фокусировать некоторые виды излучений подобно линзам. Этими излучателями могут быть и биологические объекты. Самая распространенная конструкция, с которой проводилось наибольшее число экспериментов, это зеркальный лист полированного алюминия, который свернут особым образом в форме спирали в полтора оборота по часовой стрелке. Проводилось много экспериментов в начале 90-х годов прошлого века. В частности, опыты по сверхчувственному восприятию. Результаты экспериментов не совсем понятны. Например, добровольцы, помещенные внутрь этих спиралей, испытывали самые различные аномальные ощущения. Все это подробно занесено в протоколы исследований. Одной из целей было изучение способности человека. По теории Козырева, внутри его зеркал время изменяло свою плотность, что и послужило причиной повышения сверхчувственного восприятия. Интересные истории рассказывали те, кто пробыл в зеркальной камере несколько часов. Они начинали ощущать себя непосредственными участниками исторических событий, о которых читали в школьных учебниках. Прямо перед ними разворачивались те или иные события, знакомые и незнакомые действия персонажа. Все это они якобы видели, как на большом киноэкране. Как все это происходит, пока остается загадкой. Механизм действия зеркал Козырева на человеческое сознание и время пока неизвестен и только-только начал изучаться. Академик Николай Александрович Козырев верил в то, что мир зазеркаля действительно существует. Он считал, что время – это субстанция, через которую любая информация передается мгновенно во все точки вселенной. С этим явлением связаны такие понятия, как интуиция или предвидение, когда в отдельных случаях, по мнению Козырева, помочь в этом человеку может якобы особая система вогнутых зеркал. О том, что в СССР проводили эксперименты с перемещением сознания человека во времени, стало известно только в конце 20 века. Повторить их группу новосибирских ученых решила в декабре 1990 года, в далеком заполярном поселке Дикс. И вот любопытные факты. Ученые рассказали, что когда система зеркал Козырева была собрана, зайти внутрь не могли целые сутки. Мешал страх, который возникал у всех испытуемых. Лишь через сутки самому отважному из экспериментаторов удалось занять место внутри системы зеркал. Очевидцы рассказывали, что во время проведения экспериментов в небе над лабораторией появилось полярное сияние. Занятые в эксперименте люди начинали чувствовать себя плохо. У них появлялись головокружение, тошнота, падало или повышалось давление крови, болела голова. Люди долго не могли справиться с ощущением страха и ужаса. По ходу эксперимента некоторые люди видели какие-то отрывочные картины, чаще из прошлого. Также в ходе эксперимента люди видели себя как бы со стороны. Интересно и то, что зеркала Козырева не первое подобное устройство в человеческой истории. Наиболее известным прообразом является яйцо Нострадамуса. По преданию и одному сохранившемуся рисунку у знаменитого предсказателя имелась конструкция яйцевидной формы с открытым верхом высотой около двух метров. Для изготовления использовались медные, латунные и бронзовые пластины, скрепленные проволокой серебра. Доктор физико-математических наук Николай Александрович Козырев в процессе разработки своей теории о физическом времени предполагал, что внутри таких установок из листов отполированного алюминия, загнутыми в полтора оборота по часовой стрелке или против, словно линзы и зеркала, собирающие самые разнообразные излучения, время также могло трансформироваться. Итак, давайте вернемся к парадоксальному утверждению теории Козырева. Время не распространяется, а мгновенно появляется сразу во всей Вселенной. Для времени нет пространства, оно существует сразу везде. Время, как некая сущность, говорил Козырев, не распространяется, оно пребывает и присутствует. Любое событие здесь есть одновременно и событие там. Для того, чтобы еще глубже раскрыть эту тему, давайте обратимся к высказываниям известных людей, которые занимались подобными вопросами. Например, Карл Эккартсгаузен, известный католический мистик и философ, живший в XIX веке, говорил следующее. «Время и расстояние — суть принадлежности телесного мира, ибо они суть изменения, коим духовный мир не подвержен. В духовном мире все возможное есть всегда настоящее. Вечность не имеет ни времени, ни пространства, ни начала, ни конца». А давайте разберемся, есть ли необычные случаи поведения времени в различных частях света. Так называемая гора Кайлас в Тибете таит в себе множество загадок. Одна из них — уникальные каменные конструкции, которые имеют гладкую или вогнутую поверхность, прямо как зеркала Козырева. Они имеют разную форму и разные размеры. Одну из них высотой 800 метров называют «каменный дворец счастья». Некоторые исследователи считают, что оно является местом перехода в параллельные миры. Наибольшие зеркала — плоские склоны западной и северной сторон Кайласа — имеют четко вогнутую форму. Высота каждого из них — 1800 метров. Ученые утверждают, что такие огромные плоскости имеют способность передавать энергию, которая накапливается в пирамидах, соединяя ее с потоками других энергетических сил. Но это лишь гипотеза. Одно из самых больших так называемых каменных зеркал на Кайласе — это вогнутое каменное зеркало долины жизни и смерти, состоящее из трех частей, как бы из трех параболических антенн. Соединение этих зеркал образует небольшие выступы, создающие, если смотреть с долины, боковые стороны правильной трапеции. Их угол наклона примерно 55 градусов от горизонта. Поэтому настоящий фокус не на земной поверхности. Он находится на высоте около 1500 метров над поверхностью, то есть на высоте вершины Кайласа. А в начале ледника, на расстоянии около двух километров от каменной антенны, находится проекция фокуса центрального зеркала, ориентированного на земную поверхность. Эту удивительную точку истинного фокуса можно в полной мере ощутить во время прохождения этого места. Местные жители утверждают, что эти «зеркала» способны изменять время. Пример воздействия тибетских зеркал — это загадочная смерть четырех альпинистов, которые во время экспедиции сошли с дороги и прошли мимо зеркал. Мужчин обнаружили в состоянии помешательства. В течение года после экспедиции они резко постарели и умерли, а разум к ним так и не вернулся. Ламы и монахи уверены, что скалолазы попали под действие каменного зеркала и находились с его вогнутой стороны, резко ужимающей время. По рассказам тех, кто пребывал рядом с каменными зеркалами, время напротив лоскости горы действительно течет несравненно быстрее. Продукты портятся за несколько дней. Даже при легкой физической деятельности человек быстро чувствует усталость, как будто он тренировался несколько часов к ряду. А теперь, друзья, давайте рассмотрим другое, не менее интересное место, которое находится прямо в России, и за которым тоже закрепилась слава необычного места. Как вы понимаете, светоотражающая поверхность может быть не только плотной, но и жидкой, как, например, вода в Ладожском озере. Все знают, что в Великую Отечественную войну по льду Ладожского озера пролегала знаменитая дорога жизни. Благодаря грузовикам, под обстрелами, преодолевавшими путь, в блокадный город доставлялись продукты и вещи, спасшие жизни многих ленинградцев. Богато озеро и его берега таинственными сакральными объектами. На дне обнаруживаются загадочные каменные сооружения. По многочисленным источникам, при поисково-спасательных работах в юго-восточной части Ладожского озера гидроакустической аппаратурой на глубине 5,5-6 метров была зафиксирована структура, напоминающая классический каменный лабиринт. Такие лабиринты очень распространены в Северной Европе. Возможно, и они имеют какое-то значение и отношение к необычным явлениям, которые происходят в этом месте. Дорогие друзья, сказать точно и наверняка, что происходит на нашей планете, невозможно. Мы сталкиваемся с рядом феноменов, которые ученые не просто не объясняют. Они делают их для нас еще сложнее, потому что подчиняются определенным структурам, которым правду говорить совсем не выгодно. Может быть, у вас найдется какая-то информация на этот счет. Ну и, конечно же, не забудьте поставить палец вверх, если материал вам понравился, а также подписаться на сам канал, на наш телеграм и поделиться этим видео с единомышленниками. Всем пока!